Всем привет дорогие друзья! С вами Amway921 и в нашем сегодняшнем праздничном подкасте мы обсудим два важных момента. Первый из них это день рождения канала. Оказывается 21 мая 12 года я начал свою бурную деятельность и вот как раз 21 мая 14 года каналу исполнилось ровно два года. Это было несколько дней назад в принципе не так и важно самое главное то что сам канал или как это аккаунт на ютюбе или аккаунт google был создан гораздо раньше по естественным причинам потому что мне была необходима потребность подписаться на чей-нибудь канал лайкнуть видео или оставить коммент. Насколько я понимаю без аккаунта это сделать нельзя поэтому по этой дате создания аккаунта которая буквально ничего не значит конечно ни о ком дне рождения судите не стоит. Да и потом даже до этого видео с голосовыми комментариями 21 мая 12 года было много других по которым кстати можно вполне забавно проследить какая же была игра у нас два года назад была она совсем совсем другая но ведь мы в нее играли и любили ее даже чуть ли не больше чем сейчас в любом случае два года прошло и за последний год довольно много чего у меня на канале произошло все это время я старался как можно больше увеличить разнообразие выпускаемых рубрик тематик и прочего всего чтобы на канале не было одного и того же одинаково все было разно чтобы всего было много и каждому зрителю было что нибудь да интересно за это время мы сами побывали в нижнем тагиле на киберспортивном состязании побывали также в минске на финале wargaming лиги поиграли и познакомились с ведущими киберспортсменами танкистами которые обладают просто уникальнейшим умением познакомились с ними кто они в реальной жизни какие у них есть взгляды но я думаю продолжим эту тему потому что мне кажется что киберспорт хоть пока находится в некотором зачатом состоянии сейчас но это только сейчас в будущем возможно будет все лучше и интересней побывали в офисах крупнейших компаний нашей отрасли которая каким-то образом соприкасается с нашей деятельностью игроков и видеоблогеров побывали например в офисе компании nvidia для меня было чистой воды откровением познакомиться и пообщаться с теми людьми которые там работают поскольку я был убежден серьезно убежден что красота графики она не имеет ничего общего с качеством геймплея мне всегда казалось что когда все текстуры на минимум когда все убрано тогда и можно эффективно играть но обзаведясь мощным компьютером с хорошей видеокарты я понял что играть на максимальных графических настройках ничего не отвлекает на самом деле все удобно все приятно и самое главное стало красивее как я понимаю это мое было первое впечатление просто скажем так тянулась из года в год благодаря слабому компьютеру который у меня был но в общем что еще сказать ребята из nvidia влияют побывали в офисе google и там я познакомился не только с несколькими сотрудниками компании google но и в том числе и с ведущими видеоблогерами которые присутствуют у нас стране в том числе и по всяким там разным другим тематикам не обязательно по игровым каким-то летсплеем но и бьюти блогеры и всякие другие и в том числе и всякие технические обзорщики и прочее все они оказали на какое-то влияние и всем из них я благодарен тому что они есть и все мы друг друга чему-то лучшим возможно и берем друг друга самое лучшее и полезно подводя итоги прошедшего года которые выражаются в количестве там просмотров лайков комментариев но в общем в том с чем обычно выражается обратная связь от зрителей я убедился что все мое стремление насытить канал разнообразием она не так и сильно на самом деле нужно потому что большинство просмотров как раз на всякие разные обзоры танков именно это оказывается больше всего интересно зрителям его канала то есть в будущем я на эту тему сделаю какие-то коррекции буду меньше выделять внимание всякого разнообразия и будут стараться удовлетворять ваши так сказать видео потребности вторая замечательная новость на сегодня заключается в том что на день рождения канала мы вместе с компанией nvidia и официальной группой world of tanks вконтакте начинаем новый конкурс который называется медаль пула как ясно из названия необходимо в определенный период а данные о нем будут указаны чуть позже наиграть бой в котором вы эту медаль получите данные бой загрузить на сайт вот replays.ru и выложить ссылку в специальную тему в моей группе вконтакте все данные все ссылки куда это все ложить будут написаны в описании этого видео обязательно почитайте ну а почему вконтакте потому что для меня эта платформа очень удобно в ней можно запросто как и отслеживать промежуточные результаты так и следить за всеми телодвижениями то есть если у вас аккаунт вконтакте пока не зарегистрирован то позаботьтесь для конкурса хотя бы медаль пула выдается тогда когда вы уничтожаете за бой 10 врагов или более причем эти враги могут быть от 4 уровня и выше именно по этой причине в конкурсе принимают участие танки с 6 уровня по 10 потому что именно они все и встретят противников в каждом своем бою 4 или выше уровней ну и также по традиции в конкурсе не принимают участие то бишь пролетают легкие танки поскольку не на каждом уровне они присутствуют но и артиллерия важным критерием для боя должна быть зрелищность об любой бойной артиллерии и зрелищности по моему конечно же субъекиному мнению не имеет по этой причине у нас получается средний танк 6 уровня тяжелый танк 6 уровня пт 6 уровня также по 7 8 9 и 10 уровней всего 15 номинаций 15 мест среди которых среди всех этих 15 победителей будут найдены три особенных которые по моему мнению очень предвзятому и субъективному сыграют самые зрелищные самые эффективные или какие угодно бои и именно эти три счастливчика получат специальный приз от компании nvidia игровую консоль shield которая настолько компактно настолько мощно своими графическими мощностями что позволит вам играть во все что угодно какие-то там мобильные приложения на андроиде всегда с собой всегда без особенных проблем остальным победителям от компании nvidia достанутся slim-драйвы lacy porsche design они уже не первый раз разыгрываются в наших совместных конкурсах и это очень и очень полезная штукенция это практически как большая флешка которая бесшумная которая практически не нагревается и она служит для того чтобы хранить на ней какую-то информацию носить с собой пол терабайта это вполне достойный объем я например использую эту флешку для того чтобы хранить какую-нибудь информацию которая для меня особенно цена на тот случай если вдруг неожиданно что-нибудь случится с основным жестким диском компьютера по этой причине у меня никогда не теряется фотоархив там семейный ну и прочие всякие дела помимо этого все 15 победителей получат от официальной группы world of tanks вконтакте замечательный приз виде игрового золота в количестве 2500 единиц ну и от меня все бои либо если не все то какие-то особо зрелищные будут озвучены в моем стиле и выложены на канале чтобы любой человек во-первых мог посмотреть какие игроки у нас играют как много они фрагов набивают и как они интересно играют может быть поучительно может быть как-то еще в любом случае в зрителям будет интересно и полезно если вы желаете принять участие в данном конкурсе то я вам искренне советую ознакомиться с регламентом который будет указан по ссылке в описании этого видео обязательно прочитайте необходимо полное и неукоснительное соблюдение всех правил а именно игра должна быть произведена только в рандоме в стандартном режиме боя встречном или в штурме не важно также не важно чем вы стреляете голду или бронебойными снарядами или какими-то другими не важно играете ли вы во взводе или соло не важно играете ли вы на премиум танке или на обычно зато очень важно и это критически важно чтобы ни один из убитых вами противников не был афк чтобы все игроки которых уничтожаете в бою были живыми играющими игроками чтобы не получилось так как это было некоторых прошлых конкурсах обратите особенное внимание когда вы будете заливать реплей на сайт вот реплейс прежде чем нажать кнопку сохранить необходимо вам в описании реплея написать надпись которая будет и ключевым условием для участия в конкурсе которая будет звучать примерно так что специально на конкурс педаль пула для амвей 921 это нужно будет сделать как в описании реплея так и в комментариях к реплею важно чтобы человек сыгравший бой он же и загрузил его на сайт вот реплейс чтобы не чей-то реплейс был загружен а свой собственный также важно чтобы именно этот человек специально отведенной теме в контакте я оставил комментарий чтобы я мог обращаясь к нему лично обращаться именно к игроку который сыграл данный бой в этот раз зато есть хорошая новость несколько изменилась география проведения конкурса теперь помимо жителей россии в конкурсе могут принимать участие жители и беларуси и казахстана украина по неким политическим причинам не является теперь страной куда nvidia может без проблем доставить свои призы именно по этой причине связано некоторое ограничение то есть жители россии казахстана и беларуси могут смело отправлять свои реплеи на конкурс если вы живете в какой-нибудь другой стране отличающийся от этих трех и у вас есть либо знакомые либо родственники проживающие в россии беларуси или казахстане которые могут получить за вас почтовое отправление от nvidia при этом все риски этого пересыла выберите на себя то тогда тоже можете участвовать конкурсе без проблем еще раз стоит повториться что независимо от того что я сказал в этом видео обязательно почитайте регламент проведения конкурса который также указан в ссылке под видео чтобы у вас все 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 вопросы полностью отпали потому что все эти ограничения и правила в проведении конкурса придуманы только лишь для того чтобы быть уверенным что мы наградим того кто играл а не того кто и украл чей-нибудь например реплей там и так далее итоги этого конкурса покажут нам какие наиболее эффективные танки в каждом уровне в каждом классе в игре существуют которые способны больше всего набивать фрагов посмотрим какие места будут занимать на картах те или иные игроки чтобы мы могли уже находясь так сказать за управлением подобного танка самолично повторять их успех и делать то же самое эффективно и красиво от себя же хочу пожелать удачи всем тем кто будет пытаться в этой игре взять и выловить довольно редкую медаль медаль пула она далеко не часто встречается потому что многое что будет зависеть от удачи от обстоятельств но как обычно как в лотерее поэтому задача поиска этой медали в рандоме будет нетривиальной я даже не уверен что на всех ли уровнях будет возможно ее заполучить вполне вероятно правила будут каким-то образом еще подкорректированы чтобы например если в каком-то классе техники не получится взять медаль пула то что-нибудь для этого тоже нужно будет придумать в любом случае это будет очень интересно зрелищно я с удовольствием буду ждать ваших реплей напоследок хочется сказать что я и в третий год деятельности своего канала постараюсь приложить максимум усилий для того чтобы каждое выпускаемое видео было оригинальным каждое видео было развлекательным чтобы было интересно смотреть а может быть даже и поучительным чем черт не шутит в любом случае постараюсь поработать для того чтобы вы получали удовольствие просмотров видео этого канала спасибо всем кто смотрит мои видео также хочу вас призвать не стесняться проявлять свою гражданскую активную зрительскую позицию оставлять какие-то комментарии лайки или дизлайки ставить видео чтобы я мог понять насколько интересно то или иное видео это ли на рубрика потому что других кстати к сожалению способов взаимодействия нас тут не сильно много в любом случае именно по этим цифрам я и ориентируюсь в будущем ну а на сегодня все данный подкаст подходит концу всем спасибо кто смотрел подписывайтесь на канал но участвуйте в конкурсе и будет здорово и клево всем спасибо пока пока